Не хватает монет на игрока или на паки? Да, вы знаете, не хват... Монеты для FIFA 14, FIFA 15 и FIFA World вы можете приобрести на сайте краба.ру Ссылка в описании Ой, это капец, катаны, откуда вас только, откуда вас только появилось? Я не могу, не могу вас, к сожалению, добавить в список друзей, переполнен, это Origin, вините, ну не могу я вас добавить, откуда вы столько беретесь? В прошлой серии было человек 15, сейчас уже 50, откуда вы беретесь? Ну не могу я добавить, не могу, вот мне пишут, вдруг не добавлен, типа, переполнено. Может у вас не видно, поэтому я говорю, вдруг не добавлен, не могу я вас добавить. Простите меня, не могу я вас добавить, а удалять кого-то, так другие обидятся, блин, я не знаю, что с этим делать. Надо писать всем вместе нам письмо в Origin, чтобы, сука, блин, увеличили список друзей до 200, до 300 трактористов, да сколько угодно. Потому что я не могу вообще ничего сделать с этим. Простите меня. Ой, ребята, всем няшки, пацаны, я сейчас ужасно просто хочу спать, сейчас время 9 часов утра, но теперь я не могу уснуть, потому что я сейчас полночи сидел, мне что-то вообще не спалось, пытался лечь спать, вообще не спалось, потом решил, ну, сейчас надо собрать гибрид. Я решил сейчас заняться и полночи сейчас собирал два состава, два состава, и теперь уже, теперь уже я не лягу спать, пока я их не испытаю, потому что иначе я не усну просто, если я их не испытаю, не попробую сыграть, как говорится. Ну ладно, давайте все по порядку. Я сейчас буду просто, наверное, неимоверно тупить, и я не знаю, может зря я сейчас записываю и хочу играть этим составом, но ладно. Главным критерием, который я хотел собрать состав, гибридный, по-настоящему гибридный, а не то, что вы мне упрекали, то, что когда я собирал этот российский, из российской премьеры лиги состав, где он там, да, это не гибрид, это полная херня. Главным критерием было то, что я не хотел тратить на игроков вообще ни копейки, я именно хотел собрать тот состав, который я открывал в паках, которые у меня были в паке, и я уже начинаю тупить. И главным критерием было то, что я именно хотел их собрать, который у нас из паки было, но тут единственный игрок мне пришлось докупить, это Джо Харда, потому что других вратарей не было, это единственный купил, остальные деньги я тратил на всякие карточки, применял им там всякие, чтобы у них сыгранность была. Ладно, первый у нас вратарь, видите, какие у него рейтинги. И Джо Харт, Джо Харт, дамы и господа, 87-го года рождения, из Манчестер Сити, я уже туплю. И мне его пришлось докупить, да. Дальше, левый защитник у нас Керен Гибс, вот видите его статистики. Он у нас 89-го года рождения. Керен Гибс, да, я тут даже себе на бумажке уже выписал, чтобы не ошибаться, поэтому я буду сейчас заглядывать. Да, Керен Гибс. Потом, первый центральный защитник, это у нас Недум Ануоха. Это все, это все, то, что мне выпало в паках, я собирал. 86-го года рождения, статистику его скиллы вы видите на экране, как говорится. Дальше идет у нас Мамаду Сако. О, Мамаду Сако, скиллы вы его видите. 90-го года рождения, товарищ, окей. Дальше у нас идет чувак, который выпал в последних сериях про паки, в 4-й серии про паки, это Серж Орье. Серж Орье, да. Скиллы вы его сейчас видите. Какого года он рождения у нас? 92-го, то есть он даже младше меня на год. На себе товарищ. И он уже информа получил. Вот что надо, чего добиваться в жизни, а не сидеть писать всякие летсплеи. Ладно, дальше у нас идет левый полузащитник, который... Это было, я еще сразу говорю, это было самое лучшее, я собрал самое лучшее, что было у меня, то есть, чтобы сейчас в комментариях не писали, типа, что за говно, типа, собрано. Ребят, это было все самое лучшее, я собрал, что у меня вообще было из всех паков, а все остальные игроки это полное говнище. Поэтому мне пришлось вот так вот исхитриться. Левый полузащитник у нас Андре Айо. Скиллы, вы его видите, он, в принципе, у меня давно уже в клубе, я даже не помню, по-моему, я его покупал когда-то, да, по-моему, я его покупал. 89-го года рождения. Дальше у нас идет... Жоа Мутиньо. Скиллы, вы его видите. Это у нас из паков выпадал, товарищ. 86-го года рождения. Отлично. Дальше идет... Матье Вальбуина. Вальбуина. Самый, сука, маленький игрок из всех футболистов вообще. У него там метр 68, что ли, по-моему, рост. Можете, в принципе, в Википедии начитать. Мэдисон постоянно тоже прикалывался над ним, типа, самый маленький игрок, самый быстрый, ну, вы видите, да, какие у него. 84-го года рождения, где... Метр 67, да, метр 67. Это вообще просто коротыш. Мальчишка-ротыш. Скиллы, вы его видите. Дальше идет у нас Макс Крузер. Макс Крузер. Скиллы, вы его видите. Еще раз говорю, это было все самое лучшее, что я мог собрать вообще. Именно, что под гибридные составляющие. Так-то я мог целую еще одну команду собрать. Ладно. 88-го года рождения. 88-го года рождения. Дальше идет у нас Марк Ройс. Тот чувак, который нам выпал в 4-й серии про открытие паков. Я решил его поставить. Я чисто вот под него состав собирал, ну, как начал собирать. И я именно хочу его видеть в атаке. Потому что, ну, по скиллам, вы видите. Ему только в атаке и надо делать. Ни в какой там, ни левый полузащитник. И ничего. 89-го года рождения. Ну, и товарищ Лукас Подольский. И скиллы вы тоже видите. Он тоже не подходит, конечно, под свою, как можно сказать, под свою ногу, под свою роль, да. Но, опять же говорю, это было все самое лучшее, что я смог собрать в таком составе. 85-го года рождения, товарищ. Вот еще раз показываю. Мне пришлось дохренища просто денег потратить, чтобы их переназначать. К сожалению, я не могу левого полузащитника сделать форвардом. Нет такой карточки применить. Так же, как и Подольский, я не могу применить карточки, потому что их тупо нет. Остальные деньги я тратил, чтобы именно под нашу тактику оно подходило. Да, 4-3-1-2. Ну, и, конечно же, главный тренер, это у нас Валера Верим. Там, само собой. Вот. Но все бы ничего. Я собрал этот состав, но я потом подумал. Блин, я же, сука, мать его, хитрый и хитрющий еврей. Я не могу тратить карточки постоянно, чтобы у них физуху, да, физуху подтягивать, когда они устают. И я подумал, решил, что надо собрать второй состав. Второй состав, потому что, чтобы они меняли друг друга. Потому что, ну, ну шо, буду я еще карточки тратить. Да пошли вы, как говорится, в задницу. Вот. И в итоге, состав, которому я охренеть сейчас как горжусь, потому что это легендарные, легендарные футболисты, легендарные старички. Старички, старики. Мне пришлось тактику, конечно, менять. Вот из-за этих двух футболистов. Но начнем по порядку. Так, так как я сейчас не соображаю, поэтому даже таких легендарных футболистов могу произносить с ошибкой, поэтому я все выписал, чтобы у меня... У меня вообще мозг просто не варит, ребят. Я спать хочу, я-то сейчас на кофе держусь. Первый у нас Андрей Дикань. Андрей Дикань, это тот чувак, который в конце выпал у меня в четвертой серии. По открытии паков мне постоянно говорили, покупай Диканя. Вот, по вашим просьбам, Диканя. А Дикань тащит. Я решил его поставить сюда, потому что, во-первых, он... Тут все старички, я сразу говорю, 77-го года рождения. То есть, эта команда чисто из старперов состоит. Медлительных старперов, ну... Это же легендарные, сука, старперы. Так, дальше. Бэнс, Лейтон Бэнс, Джон Бэнс. Лейтон. Я его тоже в четвертой серии говорил, что он, типа... Молодой, но я ошибался. Простите, нихрена он не молодой. Он 84-го года рождения. Ему уже под 30-ник, можно так сказать. Дальше. Единственное, что мне пришлось для этого состава... Я не мог не купить Джона Терри и не мог купить Пике, да? Не мог их купить, потому что... Ну, других у меня не было. Других не было старичков, поэтому я... Блин, ну это же легендарные футболисты, поэтому... Джон Терри! Я, когда смотрю на его статистику скорости удара... Ну, защита, да, защита у него вообще охренеть. Ну, скорость, он будет просто отставать от всех нападающих. Всех скоростных, у которых рейтинг 90. Он просто будет... Задыхаться, так за ней бежать. Джон Терри! Так. Какого он там? 80-го... 80-го года рождения. Дальше идет... Жерак Пикье! Пикье! Легенда! Я тоже, мне пришлось его купить, потому что не было альтернативы других. Ну, тем более Пикье! Ну, как Пикье-то не купить? Ну, стоит вообще копейки, господи! Все они сейчас стоят копейки. 87-го года рождения. Дальше пришлось поставить... Антони Ираола. Не знаю, это футболист, он из Атлетика. Но он очень тоже старый. Альтернативы не было, поэтому пришлось его поставить из всех моих открытых. То есть, у меня тут только куплено два футболиста. Центральных защитников. 82-го года рождения, тоже старичок. Дальше идет у нас... Кака! Кака! Эти старички, хоть они и старички, но вы посмотрите на их скиллы. 82-го года рождения. Из Милана. Стиви Джерард! Стиви Джерард! Вот из-за них, двоих, с Хави Алонсо и Стиви Джерарда, я и сделал эту тактику. Столь мне непривычную, но... Я обязан был их поставить, обоих, в команду. Поэтому Стиви Джерард, посмотрите на его скиллы. Тоже будет всем проигрывать. Так, 80-го года рождения. Дальше. Хави Алонсо. Хави Алонсо. Посмотрите на его скиллы. Мне плакать хочется, когда я смотрю. Но, блин, но... Этот состав, он просто шедевральный. Он просто шедевральный. 81-го года рождения. Дальше идет у нас Франческо Тотти. Тот же чувачок, который выпал мне в четвертой серии про открытие паков. Франческо Тотти. Легенда. Легендарнейшая легенда своего клуба. Как и, в принципе, и все остальные участники этой тимы. Я воплощаю мечту. Я собираю сейчас. Собрал стариков. 76-го года рождения. Только подумайте. 76-го, сука. Он, насколько я знаю, он сейчас еще, по-моему... Да, он, по-моему, еще до сих пор играет за Рому. В отличие от Райана Гиггза. Райана Гиггза, который ушел. И сейчас он помощник тренера. Ну, как-то там помощник. Жалко, конечно, что он ушел, но... Дамы и господа, Райан Гиггз. 73-го года рождения. Райан Гиггз... Здравствуйте. Здравствуйте. Вот он, вот он, я перед вами. Райан Гиггз. Упоротый и сонный. Дальше у нас идет просто это... Дидье Драгба! Чисто из-за него, можно сказать, тоже. Нет, не из-за него. Я вот из-за этих двоих собирал состав. Остальных двоих докупал, пришлось. Но Дидье Драгба тоже уже старенький, братан. Ну, я с 78-го года рождения. То есть я воплощаю мечту просто, я не знаю, собрать всех стариков вместе. У них даже рейтинг больше и сыгранности больше. Мне тоже пришлось до хрена денег потратить, чтобы покупать им всякие позиции. Тактику. И прочее, прочее, прочее. И покупать еще двоих игроков. Но это просто... Я прям сейчас вот просто готов взять и играть. Вот прям первый же матч ими сейчас сыграть. Но нет, вкусное мы оставим на потом. Вкусное мы оставим на потом. И здесь, да. Здесь состав у нас 81 рейтинг, 81 сыгранности. Здесь у нас немцы. Получается французская... Вот это все французская лига. Сам француз. Англичане у нас есть. Ну и опять же все французская лига. То есть... Я думаю, уже никто не скажет мне в упрек, что... Сука, это не гибриды. Я не знаю. Если это не гибриды, вот эти два состава, то я вообще тогда не знаю, что такое гибриды. Я тогда в них вообще не понимаю. Это полноценные гибриды. Разные страны, разные лиги, разные. Все вообще просто. Ну да ладно. Все. Подключаю свой джойстик. Вырубаю сейчас ОБС, потому что, сука, она не работает. Я хочу сыграть сейчас два матча. Хочу сыграть сейчас два матча за эти два состава. Первый состав у нас будет... Стариков оставлю на вкусненькое. На вкусненькое. Я понимаю, что они проиграют. Это чисто по приколу был собран. Но... Вот они, кстати, у меня тут все на замене находятся. Но первым составом мы сыграем вот с Марко Ройсом. И с всякими там... Подольскими там. И прочими-прочими. Так. Ладно. Джойстик я подключил. Я сейчас полностью в убитом состоянии. Я не знаю, как я сейчас сыграю. Но я должен испытать. Если я это не испытаю, то я просто... Не знаю. Я себе места не найду. Ладно. Все. Хватит болтать. Я переключаюсь на фрапсик. Все команды представил. Прочи-прочи. Прочи-прочи. Все. Сейчас увидимся. Окей. Все. Фрапс включил. Сейчас вы увидите самую просто убогую игру в исполнении Гикса. Золотой набор. Да я уже открывал все эти ваши наборы. Все. Вчера открывал эти ваши наборы. Нет вас тут итальянских наборов. Ладно. Сейчас будет просто... Позорнейшая просто игра. Но я обязан испытать эти два состава. Я еще раз говорю. Я не усну нахрен. Я просто, сука, не усну. Ну, да, у нас три матча осталось. И я сейчас могу просто отсюда вылететь опять во второй дивизион. Да и хрен бы с ним. Хрен бы с ним. Я хочу испытать эти два состава. Вот. Да, еще забыл добавить, что этот состав будет дополняться. То есть у нас еще пока монетки есть. То есть когда мы будем открывать новых игроков, каких-нибудь суперских, мы будем добавлять в этот состав. Именно в этот состав. Не в стариковских, да, не в стариковских. Хотя и старики тоже с май какие выпадут. Если и старики выпадут там какие-то, то тоже буду туда добавлять. Но игроки будут добавляться. То есть вот эти два состава, где из российской лиги и из МЮ не будет меняться, потому что это все, это уже устоявшиеся составы. Я тут ничего не собираюсь менять. То вот эти два состава, скорее всего, новыми игроками будут дополняться. Вот тут наши все старички. Специально два состава, еще раз, чтобы пока одни играют, другие отдыхают. То есть так же, как у нас действует в этих двух составах. Ладно, все, хватит болтать. Давайте испытаем. Сейчас будет просто ужаснейшая игра, но я не могу не испытать. Рейтинг в нападении 81, в полузащите 80, в защите 79. В принципе, неплохо, в принципе, очень даже сильно. Так, мне нужна вот эта херня, чтобы определить на наличие читерастов. Я в FIFA не играл с момента последней серии. То есть, я не знаю, сколько там, две недели прошло, неделя, две, больше. С момента последней серии я не играл в FIFA. Поэтому, мало того, что я сейчас сонный, на кофе держусь только сейчас. Так будет просто сейчас очень весело наблюдать, как я буду просто пропускать. Но, напишу, я должен, должен их испытать. Должен. Иначе все. Мне никогда... Впервые за долгое время у меня появилось желание играть в FIFA. Так, ты кто у нас? В принципе, нормальный чувак, сильный. Ай, ладно, поехали, короче. Так, Марио Балателли, замечательно, обожаю эту. То есть, у него полностью итальянцы. Теперь я могу уже точно говорить, ааа, неоригинально. Хотя мне стоит только врубить состав МЮ, как у меня также будет неоригинально. Оооо, итальянцы. Полностью итальянский состав. 650 побед. 710 поражений. 84-й, 84-го года рождения. Тоже полно, как историч... Буфон, буфонище. Буфонище! Ничего, мой хард справится на харде. Так, главное, чтобы сейчас загрузилось. Два матча я приведу, потому что я больше не буду, на больше мне не хватит, ребят, простите. Да и так уже, я представлял команду 16 минут состава. Ооо, вот, вот, Вульбуина. Маленький, видели, какой он маленький чувачок. Ооо, господи, я давно в Вифу не играл. Я боюсь, сейчас пролечу просто со счетом 10-0, как минимум. Тем более, против такого серьезного чувака, с таким серьезным составом, как Балателли. Так, Фифа лагает. Так, 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 выбивайте вы уже, господи. Все, давай, организуем свою атаку. Круз, круз, круз. На Подольске, но хреновый пас. Круза, круза, круза. Все, видите, я уже, я сейчас не могу именно называть игроков, простите. Я просто хочу испытать состав. Ну, по первым впечатлениям, пока неплохо. Уже не пропустил и уже, слава богу, значит, состав имеет право на существование. И то хорошо. Так, Вальбуина, ты чего? Не хотел я нажимать. Вот опять стандартная вот эта проблема. Но, в принципе, тут, может, неплохая атака, если Подольский зацепится за мяч. Но он не зацепился. Круза, кульбуина. Вот этот вот чувак, очень сложно его называть. Акью там какой-то, я уже все забыл. Ай, не хотел я опять нажимать. Айю, Айю, вот. Андре Айю. Тот негритоз, надо запоминать игроков. Ну, не сейчас, ребят, простите. Я сейчас буду все равно ошибаться. Ну, что ж, пока меня тут возят, можно сказать. Болотели там, по-моему, Болотели, да, что-то пытался. Гипс, Круз, Круза, Круза. Марко Ройс. Вот, кстати, вот Марко Ройса мы еще пока не испытали. Но для него это неудобная позиция. Вальбуина, ни хрена. Смотрите, какой он маленький. Смотрите, какой он маленький. И Вальбуина бьет ни хрена себе. Маленький, да удаленький, а? Смотрите, вот просто маленький. Я не знаю, на него надо навешивать. Где там Вальбуина? Я хочу на него навешивать головой. Ой, меня что-то вообще все прет просто. Извиняюсь за такие эмоции. Не-не-не-не-не. Тут у нас надежная защита. Надежная защита. Так, головой, скорее всего, будет. Мне так кажется, нет. Ну, состав неплохой. То есть, даже несмотря на то, что я полностью убитый, хоть какие-то моменты, но я еще создаю. Точнее, создаю вообще. В завтрашний день. Смотри. Ну, только вот, если они не будут еще ошибаться. Так, подольский. Как? Пробьет! Ни хрена себе Круза бьет-то, а? Ну да, у него, в принципе, лонгшот. И там ни хрена себе. Я хотел, конечно, за место Круза поставить... Кто это? Кого же я? Морена, Морена! Помните, Морена, это герой наших первых серий, но, к сожалению, там... Гандикап, там и прочая всякая херня, она портится, поэтому... Сыгранность, точнее. Поэтому мне... Пришлось... Повременить. Может, следующий состав соберу. Не знаю. Ну, пока неплохо, неплохо. Я, конечно, пока Марка Ройтса не видел вообще. Но ему тут не дают... Вот сейчас это гол. Как Балателли мне сейчас не зарядил... Это же Балателли был, да? Подключался. Как он меня сейчас... А, так Харт спас. Не зря я его купил. Не зря я его купил. Не жалею. Пока не жалею, что я его приобрел. Еще раз, ребят, извиняюсь. Что я такой убитый. Прошу меня за это простить. Это здесь все понимают. Ну что ж. Первый тайм... Закончил со счетом 0-0. Моменты были как у меня, так и у него. Круза-то как захерачил. Там даже в Ульбуэна умудрился... Охренительный удар сделать. Так, гипс по флангу. Быстрый. Быстрый. Крайний защитник. Ну вот у нас подключается... Ай... Вот это как его? Ай-Ю? Ай-Ю? Ай-Ю хочу назвать. Это Ай-Ю. Ой, ребят, простите. Завненька в комментариях там уже бомбят. Марк Ройс, ну что ж ты так принял мяч? У тебя дриблинг там? Я херею просто. Зачем ты мне тогда в паках выпадал? Я ж тебе продам, скотина, если так и будешь дальше. Пока он меня вообще... То есть он пока себя вообще не показал. Именно у нас. Так, Балателли тут у нас рвется по флангу. Сейчас гол будет. Оффсайд. Повезло. Мне бы хотя бы в 0-0, чтобы это завершился матч. И уже неплохо. Но не помешало бы, конечно, и забить, естественно. Хрена себе, как хард выносит-то мяч, да? Так, я не хотел нажимать пас здесь. Это все опять мисклики. Фу, компики. Так, у него игра идет чисто через Балателли. Ну это понятное дело. Он у него, по-моему, там единственный нападающий. Вот, вот эти ошибки в передачах и в приеме мяча. Это опять же с обновлением все появилось. То есть как будто бы я играю сейчас в 14-ю фу, где-то так. По ощущениям. Но это я уже говорил уже не раз. Повторяться не буду. Пока у нас опасность. Вальбина такой, побежал, побежал. Да, Вальбина головой выигрывает мяч! Вы видели? Вальбина, маленький метр с кепкой. Вот он опять, вот он опять бежит. Я когда на него смотрю, у меня аж прям, я не знаю, плакать хочется от смеха. Нихрена себе, как Хард выносит-то мяч, а? Да. Хард-то, конечно... На Харде! Ой-ой, тут надо было наказывать. Тут надо было наказывать. Ну да, как я сейчас убитый, наказать не могу. Но состав меня радует. То есть состав меня радует. Единственное, что пока себя Марк Ройс не показал, вообще никак. Ну и моментов-то не было. Ой-ой-ой. Вот это опасно. Выносим. Марк Ройс! Марк Ройс! Идет по флангу. Прорывается. Его хер догонишь. Но его оттолкнули. Хотя у него по физике вроде все в порядке. Ну что ж, где Вальбуена? Где мой маленький чертила? Гипс. Что он тут забыл? Не знаю. Возвращайся. Как Круза-то хренанет. Как Ройсик-то долбанет. Нихренет. Есть! Вот я даже не знаю, как это комитет. Вы сами все видели. Это немецкая, французская, английская порно. Я тащусь от этой команды. Она мне нравится. Даже несмотря на то, что я сейчас убитый и играю как долбоеб. Но она мне нравится. Не-не-не-не-не. Главное сейчас не пропустить. Потому что от этого зависит наше. Харт просто! Я не знаю. Это секс. Я не зря его купил. Вы смотрите, что Харт делает. Вы смотрите, сколько сейвов он сейчас сделал. Меня сейчас нельзя пропускать. Харт просто! Я не знаю! Ты гений! Ну гений же! Ну гений! Он столько моментов уже затащил! Ну гений же, сука! Я... Я... Харт, ты просто секс. Я не знаю. Он спас много раз уже. Нашу команду. Так забросики сделай! Давно я не делал. Я уже разучился забросы делать. Я только в пас играю. Ну что ж! Эта команда меня полностью... Харт просто герой. Матч на... На... На хаскоре просто отстоял. У нас даже... У Дарствор поменьше было и моментов, и владения. Но... Если бы не Харт, если бы не Харт, был бы полный... Пампарахт. Не знаю, что сказать. Но этот состав меня радует. В следующей серии, когда я буду менее убитый, чем сейчас, буду играть на полную катушку. Ну что ж! И самое главное! Самое вкусное! Самое вкусненькое! Что я прям просто... Хотел сыграть это, естественно, нашими старичками. Просто алтфагами футбола, я бы так сказал. Так, там у... Валеры закончился контракт. Но без разницы. Я просто... Я понимаю, что сейчас просто сосать будут по скоростям. Но, блин, я хочу... Ищу и новая тактика. 80 нападений, 82 ползащита, 81 защита. Старички! Так, открываем эту вот эту херню. Чтобы посмотреть, не читер ли нам попадется. Мне сейчас... Можно даже и в ничью сыграть. Чтобы остаться в первом дивизионе. Но желательно, конечно же, победить. Именно надо либо ничью, либо победа. Но, в принципе, у меня в запасе еще один матч остается. Если я даже проиграю. Но все равно не хотелось бы. Ой, я просто на моральных волевых сейчас держусь. Ой, ладно, все, хватит уже. Перечитать. Блин, я... Я больше всего хотел именно за этих двух составов. Это сыграть за этих легендарных чуваков. А тем более, и Гиггс, и Тотти, и Драгба, и... Ё-моё, и Джерард, и Алонс, и Терри, и Пикер, блин. А-а-а! И дикань на воротах! Что-то как-то долго мы ищем соперника. Главное, что дикань на воротах. Посмотрим, как... Харт себя проявил просто на 100 баллов. На 120. Я не могу найти соперника. Ладно, не беда. А, то есть все зависло, что ли? Окей, пока привыкну запись. А-а-а! Ну, конечно же, заглючила FIFA World. Пришлось Alt плюс F4 нажимать. Это с традицией FIFA World, поэтому я даже не удивляюсь. Ну что ж, давайте, все, найдем соперника и сыграем матч с старичками. Легендарными старичками. Так, соперник нашелся. Мне кажется, этот... У него, кстати, форма вот этого из бета, которая попалась. А-а-а! Ну да ладно, ладно, давай сыграем. Хорошо, надеюсь, ты не читер. Так, тактика. Три, четыре. Один, два. И то у него, Суарес, против моих... И то, и Суарес, против моих старичков-защитников, которые... Терри там будет просто, я не знаю, так вот бегать с пике вместе в обнимочку, блин. Ди Мария. Ой. Ну, мой дикань лучше. Мой дикань все равно лучше. Что бы кто ни говорил. Дикань, сука, тащит. Помните, как мне дикань тащит? Все такие, дикань тащит. Ах, было время. Было время. Райан Гиггс показывает. О-о-о-о. Прямо душа радуется, когда я вижу, что Райан Гиггс играет. Мне просто... Я давно его хотел в состав включить. Но я не мог, потому что он не вписывался ни в какой состав современного МЮ, к сожалению. Так, ну бодренько, бодренько тут началось уже. И дикань пропис... На третий это... Ну, я другого, ребят, не ожидал. Это старички. Это чисто уже ради фана. Вот этот состав я собрал чисто уже ради фана. Поэтому рассчитывать, что они затащат... Это... Надо, я не знаю, быть оптимистом. Хотя все может быть. Старики тоже, извини меня. Не первый... Год. Футбол-то играют, а? Райан Гиггс с левой. Надо тебе с левой долбануть. Но нет. Я... Так, вот сейчас главное не пытаться пасовать только на Гиггса, потому что у меня сейчас начнется... Эта вся херня. Да, Терри вообще не успевает. Но, ребят, другого рассчитывать, я думаю, бессмысленно. Тем более, я, опять же говорю, играю в убитом состоянии. Я знал, что Терри будет... Не будет догонять быстрых игроков. Я думаю, противник должен это понять и прекратить надо мной издеваться. Он хотя бы повторы не смотрит. Этот состав, да, это чисто по приколу, еще раз говорю. Был собран. Чисто поприкалываться. Ну, противник не собирается меня жалеть. Ни в какую вообще. Он продолжает пытаться меня забить. Но мне хотя бы один гол забить. И то будет в радость. Так. Вот это я вообще не так хотел сделать. Ну ладно, Гиггс набегает. Гиггс. Райан Гиггс. Ну что ж ты, мастер точных пасов. И навесов. Каким он пасы раздавал. Ой, мама миа. Драгба! Дидиэ Драгба! Дидиэ Драгба! Не постарела! Не постарела! Не постарела старая школа! Господи, а ведь когда-то он был молодым, а? Как и все, а? Когда-то он был... Вот это он в девятину зарядил, а? Вы, вы, вы... Дидиэ Драгба! Оооо! Я сейчас чуть голос не сорвал нахрен. Вот это голец! Я готов все простить. Даже 5-1, если будет там. 6-1. Но ради такого голешника. Ради такого голешника я готов играть и дальше этим составом. Только этим составом. Ради таких голов. Так, если они еще, конечно, выбьют. Молодцы. Дидиэ Др... Кака? Драгба! Драг... Какой... Какой дриблинг! Вот это пасы! Вот это старички! Они понимают толк в футболе! Не то, что молодое поколение. Они знают, как играть в футбол. Да, они могут быть медленными, но они техничными. Они техничные! Гайан Гиггс! Гайан Гиггс подключился. Кака? Хабиолонса! Зря я, конечно, бил. Вот это... Вот это накал! Вот это накал, ребята, а! Обожаю этот состав! Пенальти. Убили моего игрока! Что? Террич, что ли? Джун Террич, что ли, лег? Да... Да нет! Я не хочу! Я не хочу менять! Несмотря на то, что он даже медленный! Блин, я не хочу его менять! Вставай, пожалуйста, братюня! Он прям уже встал, да! Подкруточкой. Даже несмотря на то, что я в убитейшем состоянии, ну, как-то умудряюсь еще что-то какие-то движения делать. Даже, охренеть себе. Ну, драгба зарядил! Я готов все простить просто. Чтоб еще раз только увидеть такие моменты. Ой, вот это голец! Да 2-1, да без разницы! Главное, какой голешник-то зарядил! Вот это просто я не знаю! Не, я буду этими двумя! Все! Мне надоело играть теми составами! Буду играть только вот этими! Пофигу, что я ничего не добьюсь даже! Вылечу там в 3-й дивизион! Но ради таких, ради таких моментов! Я готов играть в FIFA World и дальше! Бэйнс пробить может! Бэйнс! Неплохо пробил! Но он, конечно, не тот чувак, который я доверил бы ударим! Ну да! Да, 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 да! Пекене справился! Естественно! И Агуэра заряжает нам третий мяч! Но я даже не расстраиваюсь! Я доволен! Доволен этой командой! Доволен их игрой! Такие техничные! Такие просто! Ну, я не знаю! Ну, легенды! Ну, что с них взять? Легенды! Ну да! Ошибаются, может быть! Ну, возраст все-таки все дела! Уступают молодому поколению! Дают им фору! Дают им фору! Они дают им фору! Смотрите! Они просто дают им фору! Они знают, что они... Они знают, что они лучшие! Они просто дают им фору! Какой Гикс уже тут старый, а? Я херю! Вот! Что? Не ожидал! А когда-то Гикс просто рвал! Рвал эту бровку! Когда-то он просто по бровке так носился, что... СТИВИДЖАНО! Вот это был удар! Вот это был удар! Нет, охрененно! Охрененно этим! Я даже не расстраиваю, что я проигрываю! Я очень доволен! Очень доволен этой командой! Очень доволен этими старичками! Блин! Прям не знаю! Просто слеза ностальгии, как говорят! Как говорится, да? Наворачивается от всего этого! Даже... Даже Дикань и то тащит! Да, он, конечно, не все затащил! Но попробуй против таких монстров затащить! Которые против нас играют! Однако же Дикань все равно это делает! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Это было опасно! Я все равно очень доволен игрой! Очень! Ну да! Блин! Мне кажется, единственное, кого надо поменять, так это Дикань! К сожалению! К сожалению! Потому что... Не знаю! Дикань! Что с тобой стало, братин? Ну там у нас еще и защита, конечно! 4-1! 4-1! Но... Гол! Драгбы! Останется навсегда в наших сердцах! Да! Да! Надо в следующий раз собраться! Это я сейчас уже просто на расслабухе играю! Поэтому... Творю полную тоже ахинею! Например, такие передачи! Поэтому, ребят, не думайте, что... Они хреновые игроки! Это я сейчас просто хреновый! Ух ты! Как там открывается-то? Кто там открылся-то? Райан Гиггс, кстати говоря! Но он даст пас на Джерарда! Нет! Подкат! Подкат! И начинается атака, на которую мои футболисты... Ни хрена себе успели еще! Ни хрена себе! Ну, соперник продолжает надо мной сделать... Да! Дикань, наверное, это единственное, кого я хотел бы поменять! Я, конечно, понимаю, что в основном тут не его вина! Я ему еще дам шанс, но... Хотелось бы диканя оставить! Может быть, Малафеева там поставить! Но не Акинфеева! Все что угодно, только не Акинфеева! Нет! Все равно, несмотря на счет... Несмотря на счет, я... Доволен командой этой... Я играл против сильного сейчас состава... Плюс, к тому же, не забываем, что я... Убитый! Но... Ладно! Чтоб уж не осталось... Незавершенности, да... В этой серии... Я, наверное, сыграю еще один матч... Сыграю с Марко Ройсом, там... Чтоб... Я не знаю... Может, зря я сейчас хочу остаться в дивизионе... Ну, извините... В первом дивизионе играть с старичками... Это... Блин... Даже один гол забить... Да ну... Да ну... Что у тебя, братан? Ну все, стариков ломают... Стариков ломают! Убивают! Ветеранов убивают! Мрази! Ветеранов убивают! Футболисты воевали на поле, блин... За все ваши грехи! Что у него? Колено! Нога! Стопа! Колено! Колено это... Как считается, как нога! Должно быть! Это... А, этот предмет не подходит! Ну тогда все давай! Все травмы личи! Хотя зря я трачу! Хотя... Ладно! Пофиг, что я трачу! Я не... Я не потерплю, чтобы моих ветеранов убивали! Как они, интересно, после этого матча устали! Кстати, они готовы даже и сейчас рваться в бой! Ну да ладно! Старики... Стариками... Но... Ничья! Хотел два матча сыграть, но что-то как-то так, блин... Просто желание играть! Блин, не переставая, фифу появилось! Вообще, просто так надоело мне, фифа! Ну прям, ну сейчас, ну... После того, как ты собрал два новых состава, прям, ну... Блин, я надеюсь, вы меня понимаете! Так, очень серьезный нам соперник попался! Судя по статистикам! Бе... О-е-е-е! Криштиану Роналду! Бензима! Ди-Мария! Криштиану Роналду! Кто у него там еще? Криштиану Роналду! Криштиану Роналду! Блин, я не... Криштиану Роналду! Пизде! Полный пизде просто! Они меня сейчас раздерут, и я вылетаю во второй дивизион! Да пофиг, я даже не расстраиваюсь! Я даже не расстроюсь! Я даже не расстроюсь! Я уже столько раз вылетал во второй дивизион из первой, из-за читеров, из-за прочего, что я уже просто... Знаете, уже... Появилась уже такая защита от багета! Так, ну ладно, собраться! Надо включить уже последние остатки разума! Свои! Сонные! Марко! Круз! Нихрена! Вот это... Вот это, блин... Вот это был удар! У меня все уже, мысли просто сбиваются! Простите! Так, надо собраться поменьше, болтать! Я все-таки хочу остаться в дивизионе! Что уж потом с новыми силами продолжить бороться за чемпионство, которое я так давно хочу! Ну, сука читеры! Ну, слава богу, сейчас их поменьше стало! Марко Ройс! Марко! Поло! Нет! Не удалось! Не удалось! Не удалось! Я сейчас меньше... Хочу просто болтать, чтобы сосредоточиться на игру! Ну, у меня не получается! Я уже просто сплю! Ну, я хотел их испытать просто! Простите! Еще раз! За такую игру! Итак! Ладно! Эти, конечно, не старички, они поживее, естественно! Но старички это легенда! И пофигу! Так! Ну и вот Харт все-таки пропустил от Иска! Да! Скорее всего я вылетаю, но я даже не расстраиваюсь! В втором дивизионе хотя бы будет полегче играть стариками! Поэтому, да, первый дивизион это... Это слишком хардкорно для стариков! Это... Я просто, знаете, уровень сложностей на легендарный просто ставлю! Когда играю в первом дивизионе старичками! Сами должны понять это! Надеюсь! Такие дела! Так, где там наш... Каратыш! Мальчишка, Каратыш! Ой-ой-ой! Что я делаю? Ну, Марк Ройс-то борется! Борется и передачу на Подольске передает! Отдает, точнее! Ну, дальше он тут начинает крутиться, а там потому что нечего делать! Так, ну надо отбиваться, надо забивать! Вот это... У них у всех лангшоты! У них у всех охрененные лангшоты! Подольский Лукас! Пытался сейчас пробить! Соперник переживает! Чувствую, что он переживает! А ты... Ой-ой-ой! Что он делает? Ну, я тут тоже, конечно, тварью херню! У меня уже просто всё в глазах расплывается! Вот это переда... Ай, сильно! Сильно! Но у нас есть шансы, есть шансы сравнять счёт! Я не говорю, что игра полностью проиграна! Да, мы, конечно, сдаём позиции! Во многих вопросах! Можно так сказать! Хотел скручённый пропить... Пропить... Пробить... За Макс Крузе! Но не дали! Не дали! Ну что ж, шансы есть сравнять счёт! Харт, конечно, тащил в прошлом матче! Смотрите, у нас даже больше ударов, но... У него реализация стопроцентная просто, смотрите, да? Стопроцентная реализация! Один удар, один гол! Вот так и надо играть! Вот так и надо играть! Что самое удивительное, я играю сейчас не против навеса дрочеров! То есть я играю против нормальных людей, которым я готов даже руку пожать, если бы встретился бы с ними! Главное сейчас не накаркать! А то я знаю, сейчас начну хвалить соперника, а он начнёт и будет делать это всякое ширпотрёпство! Так... Бульбуэна... Подольский... Marker Royce! Не дают ему пробить! Я прям хочу! У него такие лонгшоты! Я вообще просто молчу нахрен! Но не дают... Всё кроет! Всё кроет! Харт... ой х вы их сейчас мы пропустить истинец и обычной тяжелой но что же время есть пара забивать стресна себе как я даже не успел следить за мечом как шок это выбивает так пока с в районе сутку ли он как кружу скоростной а не хочу его подавать Не хочу Вот это да! Марко Роис Все-таки забивает Это тот чувак Это тот чувак, который выпал нам В четвертой серии про паки Точнее четвертой серии паков И я его сначала хотел продать Вот он! Зачем? Не надо его продавать Он будет тащить Он обещает тащить Он это делает Нам сейчас даже ничья устраивает Но я бы хотел еще, естественно, забить Вижу открывание Ой-ой-ой Плохо принял В старой бои FIFA World Не было бы таких отскоков Но это старое Надо привыкать к новой Надо привыкать к новой Заново Точнее привыкать Может быть каждый Но не каждый может привыкнуть Да Хорошо сказано Тащусь Зачем? Зачем перепрыгнул? Не надо было перепрыгивать Ой, с левой ноги Слишком сильно нажал Еще игра подлагнула немножечко Поэтому За груза не получилось долбануть Как на отличненько Но я хотел бы еще забить, естественно Победа Только победа Нет, состав радует Просто радует Несмотря на то, что я играю просто отвратительно Они все равно меня слушаются И понимают, что я хочу от них Ну нет Ну нет Ну как? Такой шанс сейчас был выиграть Ну есть еще Ну судья Ну Стопроцентный момент Нет Если бы я был бы сейчас Несонный Я бы реализовал бы это Ну смотрите Полностью доминировал матч Но нам была нужна только ничья И нам удалось сохранить место в дивизионе Да Не самую лучшую игру показываю Но Вы понимаете почему Вы понимаете почему Однако же мы остались в первом дивизионе И в следующей серии Мы будем Просто Добиваться титула Нашими вот этими двумя командами Несмотря на то, что Старики они старики Но я надеюсь И рассчитываю на них Когда Я буду в кондициях Нормальных Вот так вот Ладно А вам я говорю Спасибо за просмотр Дружи Увидимся в следующей серии Надеюсь вам Все понравилось Еще раз Напоследок Извиняюсь за то, что я Пишу серию В таком состоянии Да Сонном Несонном И прочее И прочее Надеюсь вы меня поймете Потому что Ну надо было испытать Испытать этих товарищей Я их испытал И в принципе Испытание пройдено Успешно Я полностью доволен Двумя составами Несмотря на то, что Второй состав Стрички проиграли 5-1 Но они показали Просто охренительный матч Все равно Охренительный Все ребят Всем пока Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok